Распространение сельского хозяйства в Европе было постепенным на протяжении трёх тысячелетий, начиная с 9000 лет назад. Многие исследователи связывают это расширение с использованием молочных продуктов в качестве богатого калориями и потенциально пригодного для хранения источника пищи. Стоит упомянуть, что раньше ген толерантности к лактозе или углеводу содержащемуся в молоке и молочных продуктах не был распространён у древних жителей Европы примерно до 4300-5000 лет назад. И с возрастом снижение фермента лактазы, участвующего в гидролизе десахарида в лактозе, приводило к её непереносимости. Но ферментация молока в кисломолочные продукты или сыр снижает содержание лактозы, что позволило ранним животноводам извлекать пользу из таких продуктов в виде питательных веществ, таких как жиры и кальций. Поэтому переработка молока в древнем обществе стала выходом для использования вторичных, возобновляемых продуктов животных, которыми можно было запасаться. Хотя ранее считалось, что молочное производство было частью революции вторичных продуктов ближе к Бронзовому веку около 5-6000 лет назад, которое заключалось в переходе от мясного животноводства к использованию вторичных возобновляемых продуктов, таких как молоко, шерсть, а также сила животных. Однако всё больше данных свидетельствует о том, что вторичные продукты животных использовались уже в среднем неолите более 7000 лет назад. Это удалось установить благодаря анализу археологических находок в виде останков глиняной посуды, а также данных о возрасте и смертности древних домашних животных. А в новом исследовании учёные сообщают о производстве сыра в Адриатике на территории современной Хорватии около 7200 лет назад после анализа изотопов углерода отдельных жирных кислот в остатках керамики из двух поселений неолита Покровник и Данила Битинь. Археологические данные из исторической области Далмация на северо-западе Балканского полуострова свидетельствуют о том, что сельское хозяйство было основой крупных деревень на протяжении веков, начиная с 8000 лет назад. В процессе недавних раскопок в деревнях Покровник и Данила Битинь были обнаружены остатки домов, большое количество костей животных, черепков керамики, каменных орудий труда и других обломков. Согласно радиоуглеродным датировкам, деревня Покровник была постоянно заселена с 8 до 7000 лет назад, а Данила Битинь с 7300 до 6800 лет назад. Остатки керамики представляют собой основные артефакты ранних сельскохозяйственных популяций в Адриатике. Ранние неолитические фермеры изначально производили и использовали гончарную посуду, начиная с 8000 лет назад. Керамика культуры импрессо или культуры кардиальной кардиумной керамики была изготовлена из местных глин, смешанных с кварцем или кальцитом, обожжённых в открытых ямах и украшенных отпечатками раковин моллюсков, когтями или зубами животных. Название культуры происходит от названия двухстворчатых моллюсков, сердцевидок или кардиумов. Хронологически и стилистически похожие изделия связаны с самыми ранними фермерами по всему центральному и западному Средиземноморью. В течение последующих столетий гончары среднего неолита начали создавать новый набор стилей гончарных изделий с различными декоративными и технологическими методами. В отличие от культуры импрессо, эта керамика распределена более локально в Далмации и Северо-Восточной Адриатике. Керамика из Данила Битень включает в себя множество разнообразных форм, в том числе такие как тарелки и миски в дополнение к шаровидным сосудам. Гончарные изделия из Данила чаще украшены спиралями, насечками и полосами. Выделяется три подтипа керамики среднего неолита. 1. Декорированная изысканная керамика фигулина, созданная путём тщательной обработки местных глин для создания мелкозернистых текстур и обожжённая при высоких температурах в окислительной среде для придания тёмно-жёлтого цвета. Такая посуда, вероятно, высоко ценилась и составляла всего 5% от находок. 2. Характерные частично окрашенные эритоны или сосуды для питья воронкообразной формы, изготовленные в виде опущенной вниз головы животного или человека, которые являются общими в местах среднего неолита, но представляют собой гораздо меньшую долю гончарных сборок, встречающихся на Балканах. 3. Сито или фильтры для сыра встречаются в Далмации со среднего неолита, которые также распространены в ранних сельскохозяйственных сообществах по всей Европе. Эти сосуды, как правило, представляют собой плохо обработанные изделия с большим количеством отверстий, пробитых в стенках. Изучая и анализируя останки керамики разных стилей, в контексте использования молока ранними фермерами в Далмации, исследователи отмечают постепенное изменение диетических предпочтений, которые, возможно, способствовали распространению сельского хозяйства с Балкан в Центральную Европу, параллельно с фермерами культуры линейно-ленточной керамики. А в заключении можно отметить, что молоко, йогурт и сыр являются хорошими источниками калорий белка и жира. Они могут обеспечить надёжную пищу между урожаями или во время засух, эпидемии или голода. Молоко – это источник, не содержащий патогенов, который может быть критически важным во время нехватки воды, а сыр обеспечивает хранение и транспортировку этих питательных веществ, которые будут использоваться, когда производство молока будет низким. Кроме того, ферментация молока в кисломолочные продукты или сыры снижает содержание лактозы. Преимущества потребления молока, йогурта и сыра также возможно были особенно важными для детей, потому как раннее детство было одним из самых опасных периодов в доиндустриальных обществах, о чём свидетельствуют данные о повышенной смертности в многочисленных доисторических захоронениях. О наличии молока и молочных продуктов в качестве высококалорийного, патоген безопасного и богатого питательными веществами источника пищи для маленьких детей и ранних европейских фермеров способствовало увеличению численности населения и дальнейшему его расселению в более северные широты. Субтитры создавал DimaTorzok